друзья всем привет сегодня 40 дней контрольное взвешивание показать вам хотел вот такая температура у нас сегодня не знаю видно нет сколько 31 градус жара по 30 на стоит уже 4 дня птица конечно себя чувствует неважно в такую погоду и жарко намного пьет мало есть соответственно плохо растет сейчас я вам покажу какая температура в курятнике открыто у нас то окно это окно еще вычика работает у нас здесь 29 градусов на в этой клетке и также 29 в этой клетке не пишите пожалуйста комментариях что саша дело охлаждения саша знает да что нужно делать охлаждение но у саши нет времени к сожалению него много других дел вот поэтому птица пережидает жару вот в таких полевых условиях так ну в принципе вот она смотрите рты открыты конечно есть жарко много пьет пьет много особенно здесь вот расплескивает воду вот смотрите вон они все у поилок здесь вот тоже все у поилок и здесь тоже но не все но много у поилок вот так что скажем вот это у нас осаженные которые плохо растут скажем так дефектные их раз два три четыре пять штучек эти вроде растут нормально по помету помет вот смотрите здесь я не убирал еще вот такой консистенции еще раз скажу что помет влажнее чем от того корма который мы использовали ранее вот но сегодня вечером взвесим все расскажем вам все нюансы какие случились у нас за 10 дней и так вторая часть взвешивания сначала давайте расскажу вам о неприятностях которые случились вот за промежуток с 30 по 40 день значит у нас был еще один севший на ноги мы его благополучно убрали вместе с милардом и он у нас пойдет уже куда-то приготовлен практически к этому значит далее у нас произошел падеж в количестве четырех особей так съемка для протокола как говорится значит у нас на 6 июня на 37 дней сегодня вот появился такой ножопник еще один сел на лапы будет ближайший забой мы его берем и вот вытащил с верхнего яруса вот кормушка снята с верхнего яруса вытащил вот такого экземпляра значит он теплый от чего смерть настала по всей видимости свс потому как живот мягкий по цвету тушки не водяночный цвет в общем завтра я уже строю сейчас уже темно на улице и посмотрю в чем причина вам расскажу 39 день утра у нас еще потери вот лежит бройлер я вытащил его на улицу здесь видно цвет тушки лучше ну смотрите тоже живот мягкий не водянка ну вообще не похоже будем скрывать смотреть я думаю как и в прошлых случаях это сводится все тот же 39 день но 10 вечера и у нас здесь новый клиент созрел увидела покорчат сейчас достанем посмотрим водянка здесь опять не пахнет цвет тушки и мягкость живота говорит что это не водянка ну скрою расскажу 40 день вот у нас покинул еще один брой крупный жалко конечно но что делать посмотрю тоже скрою расскажу как всегда мы делали вскрытие и по вскрытию показалось что причина падежа с другие органы птицы были здоровы и насколько мы это можем судить да не являясь ветеринарами повторяю еще раз других причин смерти мы не заметим у всех было рубцы на сердце как обычно как я уже показывал в ролике вот здесь будет ссылочка и в описании тоже стандартный свс с кровоизлиянием с двух сторон вот это сердечный мышц даже приблизительно не было никаких симптомов по возникновению водянки и вообще хочу сказать для нас это опять-таки очень удивительно в нашем хозяйстве в этой партии к тупу не сглазить не было водянки и я вообще не вижу даже подозрительных особей то есть что это что это такое у нас тут происходит вообще непонятно мы продолжаем анализировать не в обиду южной короне это не значит что это такое феноменальное крутой корм вот у нас был похожий результат на партии на курине за тоже 2 2 особи с водянкой а вот в данном случае пока к водянке нет вообще но это пока вот я сказал ждите водянку как говорится но уже смотрят как бы да уже срок такой критичный пройден с 30 до 40 дней сейчас тут 40 дней птицы будем надеяться что обойдется так что еще температура я уже показал вот 35 дней птица была рассажена сейчас на каждом ярусе по 21 штуке но минус падешь то есть где-то 20 где-то по моему даже до 19 вот вот этих вот всех погибших я вытащил из этой клетки значит птица еще рассаженного суда на однояростные клетки вот эта клетка я уже говорил здесь у нас те которые отстающие плохо растут ну тут видно да у них вот вообще не как с ростом вообще не нормально смотри ну все равно это все отсажены которые вот мне показались момент отсадки очень мелкими они конечно набрали что-то но не так как остальные вот здесь вот часть сидит и здесь часть сидит все вроде бы тоже нормально растут таких вялых понурых я не вижу вообще так ну что давайте мы сейчас взвесим взвесим посмотрим какой результат показать птица на 40 день еще раз повторяю у нас за четвертый день птица идет много есть мало то есть к сожалению эксперимент скажем да всем чистый минус да идет в плане набору масса потому что конечно условия такие что тяжело и сейчас вот сейчас уже у нас час ночи температура 24 градусов и все открыто при этом все открыто вытяжку мы только выключили чтобы заснять так ну давайте значит вешать мы будем сейчас корыку в этом тоже группами и может быть индивидуально ты притащил оба корыта на всякий случай да так взвешиваем с крышкой так скажем а ты так хочешь да ладно тебе не выпрыгнуть саш не без крышки нормально думаешь не выпрыгнуть конечно нет глубокая ну ладно давай без крышки обновляем все по нулям да так ну чего сверху как мы опять трех петухов только потише петухов уважаем отсюда а курочек отсюда наоборот поменяем местами прошлый раз был у нас курочки со среднего петухи сверху так курочки курочка самому нежнее сиди курочка кстати ты можешь пока показывать вес одной курочке 2555 кстати я что-то погорячилась что без крышки смотри они крупные могут и выпрыгнуть вторая курочка слушай может по две нет 3 сейчас умеет так давай с этой стороны это одна и даже клетка молодцы три сестренки под окном так 7 765 как бы фиксировали девоньки спать уже до легли мои сладкие растрепали и кто-то все так теперь петухи снизу да не снизу со среднего возьмем или снижем давай снижем в прошлый раз снижем брали нет я не помню индивидуально брали индивидуально возьмем отсюда черного кабанчик рублю фига себе кстати бы весны сказали я сам не знаю сейчас они уронят может нет нас давать придерживаю оказывается я не выбираю такой сидит как раз хорошо сейчас покажу первого хватаешь пока хорошо или он тебя хватает здоровые тихо тихо сейчас это 40 дней снимай снимай 970 все рассажу обратно 970 по 3300 это 10 килограмм грубо теперь кстати снизу может быть и преимущество но может быть тем прохладнее да хорошо давай со среднего давайте потерпите мы еще за среднего возьмем посмотрим что будет те тогда не будем одноярусные да ладно тебе там свободнее и холоднее так что в любом случае мне кажется ты думаешь давай от тех возьмем ну давай от тех тогда ладно давай вот черненького да чернышку расскажешь про серого и петуха и петуха еще одного отсюда ой какая подожди минус 10 тарыш ну тарыш не знаю уж накакал кто-то господи так 2 360 ну вот он подожди вот 370 слушай слушай Сашка не надо сбоку вот ты неугомонный а потом ты спрашиваешь почему у тебя свс понимаешь да вот ребят это очень накладно на самом деле такие вот стрессы для них 3260 ну вот смотри то есть получается на среднем такой же вес как и на нижнем но сверху может делать веселье я не буду сверху брать мальчиком дам очень не на вот сейчас кстати говоря да вот среди тех четырех которых мы потеряли наша сирушечка сирушечка слову как не плачь и не могу прямо вот честно бывает жизнь нет я понимаю головой что я эту сирушечку щипать должна рано или поздно должна была бы да и подражать беру короче кур до все равно у меня к нему душевная привязанность остальные все в ужасе саж ясно я держу хорошо я тебя буду с этой стороны давай давай ладно вот две девочки один петок сейчас уже четко видно прямо 8 отсвечивает господи 8 385 теперь смотрите какой момент корм южная корона позволяет нам забить птицу вот которая села на ноги да в принципе и употребить в любом возрасте так как не старт не рост и тем более финиш не содержит лекарственных препаратов понимаете дачу я говорю то есть вот там вы зачастую слышите с некоторых каналов люди говорят что а эту птицу мы продаем на табака на корнишона при том что они только проходит и сделали профилактически еще кормом покормили где все это содержится вот а с южной короны такой номер в принципе безопасно для человека может пройти вот но есть одно но смотрите здесь вопрос встает новый для нас для нас конкретно может быть для вас тоже хотелось бы ваше мнение кстати в комментарии услышать по этому поводу дело обстоит в чем до этого мы кормили ну так получалось что мы других кормов найти не могли мы кормили кормом который содержит старте некоторые еще в росте но в основном старте росте лекарственный препарат антибиотики коксидиостатики южной короне этого нет ничего но если мы доверяем производителю по сертификатам так и есть вот и вот на этой партии я заметил такую штуку это тоже партия которая выращивается у нас на южной короне заметил проскакивать начал поймет с кровью я предполагаю что это коксидиоз но это может быть еще и колебактериоз и клострадиоз но вроде бы как читая и слушая опытных людей должен быть это коксидиоз и поэтому поэтому боясь за эту партию которую на сто пятьдесят штук вот в этой клетке чтобы не рисковать я в пятнадцатый и шестнадцатый день вот сегодня шестнадцатый день им отдавал значит препарат коксидиостатик от коксидиоза значит второй день вот они мне сейчас наверно допили уже его сейчас картина вроде бы получше я вот не вижу вкрапление крови но пойдет еще местами зеленоватый вот понаблюдаю дальше я к чему это говорю я это говорю потому что корм который мы использовали до этого и который возможно используете вы содержащий профилактические дозы препаратов он вас как бы подстраховывает обезопасивает от таких проблем как я это понимаю вот а когда у вас корм без лекарственных препаратов здесь уже уж и надо держать вас строго говорится то есть смотреть внимательнее не пропустить какую-то болячку и уже здесь игру вопрос на философский что лучше то есть кормить кормом который содержит в старте и в росте антибиотика ксидиостатик либо кормить кормом без этих препаратов и смотреть в оба и если надо по необходимости пролечить птицу да то есть получается я здесь даю в 15 16 день до забоя еще кучу времени и все это благополучно выйдет и тем самым я еще избегаю все-таки применение антибиотика потому что целенаправленно лечу то в чем у меня проблема вот короче мы еще будем смотреть проверять да потому как вот после этой партии будет партия на пурине пурин у меня уже куплено ее просто она испортится ее нужно будет кому-то скормить еще после этой еще парки мы скоро на пурине и уже тогда уже будем смотреть опять делать выводы как подержу как по водянке как по поймет в общем все это будет происходить и с вами делиться вот а сейчас пишите в комментариях как вы считаете что вы предпочли комбикорм без лекарственных препаратов и индивидуальная скажем пропойка по необходимости раз либо да либо перестраховаться чтобы у вас голова не болела покормили стартом ростом то с профилактической дозой этих препаратов и все перешли на финиш и забили благополучно птицу пишите пусть и черный милый ну чего ему смотреть такой спит чаши ты чаши скажи меня взвестили чем не напрягаться я посплю так ладно кормим продолжаем мы финишом южная корона а кстати вот по пыли давай покажу вот смотрите я не высыпал но есть мука есть да вот здесь заметно особенно да ну я говорю чем сравнивать если сравнить с куриной то она есть у нее вообще практически нет если сравнить другими кормами там с той же истрой него корыстре что на час вообще суперская стала но когда мы пользовались раньше то можно сказать что или здесь нет все терпимо я так сказал в пределах нормы вот еще одна может скажет ты показал какую-то не ту кормушку вот есть видите да есть но я не высыпаю я сверху насыпаю если если оставить птицу без вот этой гранулы она выедает не до конца но выедает эту муку вот но я стараюсь все-таки подсыпать все выкормим короче дальше финишем попытка вот значит кормим до 45 дней 45 дней начнем выбирать этих самых крупных оставим контрольную группу из петухов и кур до 50 дней уже потом взвесим их окончательно и слово предоставим елене викторовне она будет делать экономический расчет и там потребление корма себестоимости эффективность и так далее и тому подобное ну короче эту нудятину бюрократическую вам не интересны потому что вы лайки не ставите не подписывайтесь и комментарии не пишите вам там теле теле троллевали посмотрите все и аналитика не нужна я так понимаю ладно шучу кому нужна мы сделаем кому не нужна начнем на все на этом спасибо за внимание подписывать все на этом подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте ждем от вас в комментариях ваше мнение по поводу как лучше комбикорм с лекарственными препаратами или комбикорм без лекарственных препаратов и по необходимости точечная пропойка все спасибо всем пока но по сравнению не упади не дождетесь